В своем докладе Андрей Николаевич отметил, что коммунальным службам, экологам и пожарному надзору следует обратить внимание на несанкционированные свалки на побережье водохранилища в районах дачных поселков. В том направлении необходимо вести порядок, как в плане экологическом, так и в плане экологии, ну и соответственно с нашим дорожным хозяйством. Инна Михайлова доложила о работе комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 13 мая проходил турнир по ОСАМПО в городе Смоленске. Наш Денис Голочев занял второе место в воспитании спортивной школы. 14 мая в городском центре досуга коллектив «Форсаж» подтвердил звание образцовый хореографический коллектив. Вчера, 15 мая, на фок Десна приходили президентские игры по баскетболу 3 на 3. Среди учащихся принимали все школы. Еще 13 мая, хорошие новости от наших бойцов-поисковиков, в деревнях Садки Ленинского района бойцом поискового отряда «Высота» Николаем Головкиным были подняты останки красноармейцы и медальон, который удалось прочесть как газей Алексей Григорьевич, 1906 года рождения, уроженец Алтайского края. Но уже найдены дальние родственники через список веков Алтайского края и уже прислали фотографию. Но теперь ведется розыск близких родственников. 19 мая в 15.00 в художественной школе защита дипломных работ выпускников художественной школы. Также 19 мая в 16.00 в городском центре «Досуга» будет проходить международный ежегодный конкурс детского творчества «Зажги свою звезду». 19 мая в 18.00 в спортивной школе будет проведен выпускной вечер. Это официальное завершение спортивного сезона, но очень много у нас тренеров работают и летом, так как летний сезон очень богат насыщен соревнованиями. И в мае месяце проходит всероссийская акция «Ночь музея». У нас она будет проходить в городе 20 мая, поэтому в этот день, в субботу, 20 мая, работа музея как в Исково, так и в выставочного зала будет режим работы с 9 утра до 22 вечера. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина сообщила, что в соответствии с законодательством детские сады и Дом детского творчества Десногорска прошли независимую оценку качества образования. 17 апреля в городе Десногорске работал Общественный совет образования и представители Смоленского областного института развития образования по определению оценки качества дошкольных учреждений и Дом детского творчества. Хочу обратить внимание, родительской общественности, они могут ознакомиться с итогами независимой оценки качества как на сайте комитета по образованию, так и на сайтах дошкольных учреждений. Эта информация, я думаю, для родителей будет немаловажна, потому что они увидят, какое качество образования дает каждое образовательное учреждение нашим детям. И текущей неделе у нас очень активное участие наших детей в различных областных конкурсах. Во-первых, наша команда, словно внутри, будет представлять город Десногорск на президентских состязаниях. И хочу напомнить, что три года подряд именно город Десногорск представлял Смоленскую область на Всероссийских олимпиадах в Граждонародном лагере Огленок. Коммунальные службы проводят плановые гидравлические испытания систем отопления и водоснабжения.